Я очень люблю Самару. Самара – красивый и современный город, говорят студенты Северо-Западного политехнического университета, прибывшие на Волжские берега из Китая. Делегация приехала поучаствовать в трех международных школах, организованными ведущими вузами Самары. Помимо лекций, для них подготовили насыщенную экскурсионную программу. Мы их очень ждали. У нас был перерыв три с половиной года. И с нетерпением готовились к их встрече. И наконец-то они приехали. Соответственно, мы им организовываем насыщенную культурную программу. Также у них интенсивное обучение. Вот сегодня у них свободный день, поэтому с утра часть была в музее бабочек, в умном доме бабочек нашего университета. Часть продолжала учебу. А сейчас мы их всех собрали в одном месте, чтобы обзорную экскурсию по Самаре провести. Сначала представители Поднебесной заглянули в бункер Сталина. Это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей в Самаре. Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали московское правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. Экскурсия в подземелье не оставила равнодушным никого. Я впечатлен масштабами бункера, особенно как его строили. Были выполнены великолепные строительные работы. Мне это тоже очень понравилось. Я считаю, что благодаря бункеру было где укрыться людям от войны. А еще в Самаре очень дружелюбные и улыбчивые люди. Виды Самары, красивая река Волга. Здания Самары очень отличаются от тех, которые у меня в городе. Дальше студентов ждала автобусная экскурсия. Ребята с интересом наблюдали за сменяющимися за окном картинками и слушали об истории города. И, конечно, изюминкой мини-путешествия стала прогулка по набережной. Для меня Самара очень красивый город. Виды здесь очень прекрасные. Особенно понравилось посещение Волги. Очень хотел попасть на пляж и покататься на лодке. А еще понравилась еда. Она очень сильно отличается от того, что я привык есть. Следующими остановками в маршруте стали католический костел, сквер Аксакова, площадь Чапаева, смотровая площадка в сквере Пушкина. Селфи и фото на память и отличное настроение. Не осталось без внимания гостей из Поднебесной и музей-усадьбы Алексея Толстого, расположенное в самом сердце старой Самары. Экскурсовод рассказывал не только его историю, но и связанные с ним городские мифы. Получилось живо и совсем не скучно. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.